Приветствую вас! Вам для начала я бы рекомендовал, знаете, подумать о себе. Больше. Ну просто побольше подумать о себе. Я бы рекомендовал. То есть, я бы рекомендовал вам задуматься о том, что чего хотите именно вы. Чего хотите лично вы. Что нужно лично вам. Какие цели лично у вас. Как вы заявляете о своих желаниях, о своих потребностях, о своих эмоциях, о своих чувствах. Как вы себя преподносите другим людям. Вот. Как вы преподносите сами себе. Себя. Как вы преподносите саму себя. Себе, да? Вот. Вот это. Потому что, видите, возникло ощущение, что вас просто на части раздирают люди. Другие. Да? Вот. Понимаете? А вас как будто бы нет. То есть, вас как будто бы не существует. Вот самой, эээ, самой по себе. Вас нет. Как будто бы. И это здесь самое печальное. И на самом деле, пока вы не будете ставить это на первое место. Да? Пока вы, эээ, не будете заботиться о себе. Пока вы не будете, эээ, больше, эээ, думать о себе. И, эээ, пока вы не будете нести ответственность за себя и за свои желания. Вот. Эээ, ну, на самом деле, так все и будет. Эээ, понимаете? Вот, есть, такая, психологическая игра. Которая называется Все из-за вас или Или все из-за тебя. Вот такая есть психологическая игра. И вот вы как бы играете в эту психологическую игру. Вы играете в нее. К сожалению. То есть, вы обвиняете всех других людей, да, там, мужа, свекровь, братьев и так далее, да, в том, что вам живется плохо. Но при этом почему-то именно вы решили в 23 года выйти замуж. И родить уже детей. И не просто выйти замуж, да, но жить как бы с мужем и его родными. И не просто жить с мужем и его родными, а жить с мужем грубым, жестким, который может там вас заткнуть, обидеть и так далее. И вы обидитесь. И вы обидитесь, и вы будете обижаться. Почему так? А происходит так потому, что вы пишете, не могу спокойно сидеть, когда он гуляет. Правда, я не очень понял, что это значит, да, что вот он гуляет. Какое значение вы придаёте этому слову, да, то есть, ну, он гуляет в буквальном смысле слова, гуляет просто, просто, ну, просто, да, сходил, пошёл, погулял. Или он гуляет, вы имеете в виду, что он вам изменяет. Например. Понимаете? Вот. То есть, как бы, это разные вещи, на самом деле, разные вещи. Понимаете? Но, даже не смотря на то, что это разные вещи, даже не смотря на то, что это разные вещи, все равно, то, что вы не можете спокойно сидеть, когда он гуляет, это ваша ответственность, это ваш страх, это ваша неуверенность в себе, это ваше заниженное чувство собственной значимости, это ваша неуверенность в себе. Страх остаться одной, возможно, 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 страх остаться одной, знаешь, это как бы, я не знаю, как дела на самом деле обстоят. Я не знаю, может быть, может быть, да, может быть, всё не так. Да, то есть, может быть, всё вообще по-другому. Вот. Может быть. Но, я однозначно могу сказать, вот, однозначно могу сказать, что ваша, вот именно ваша реакция, да, ваша реакция, она свидетельствует о том, что именно вам, как бы, ну, вот, именно вам не по себе, именно вам тяжело, именно вам сложно, как бы, вот, понимаете, какая история, вот. И это, это всё, вот это вот всё нужно, естественно, выяснять, и разрешать, и разруливать, да, потому что, ну, как бы, как, 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 по-другому. Понятно, да, что я хочу сказать? То есть, до тех пор, пока вы не будете, не будете сами о себе заботиться, да, до тех пор, пока вы, вот, не возьмёте ответственность, значит, на себя, да, за вот, ну, за свою жизнь, вот, до тех пор, пока это не произойдёт, вот, ну, ситуация будет, ну, складываться очень негативно, вот. Знаете, потому что ориентирование, ориентирование у вас, оно будет, как бы, не на себя, ориентироваться вы будете не на себя, как бы, а на других людей, понимаете? Вот. На других, на, как всегда, на кого-то, другого, будете ориентироваться. И естественно, что, хорошего, как бы, в этом, ну, ничего не будет, это понятно. Значит, здесь, соответственно, имеет место быть, что, да? Заниженная самооценка, нежелание брать ответственность, соответственно, отсутствие личных границ, возможно, там, ну, в некотором смысле слова, да, детская позиция, ну, по отношению, вот, что-то некая такая, знаете, как бы, наивность, да, наивность, некая наивность в отношениях с людьми, вот, ожидания от них, там, ну, чего-то. Вот. Вот это всё нужно раскрывать. Понимаете? А по факту, по факту, ну, вот, понимаете, вы пишите браки с любимым человеком два года, да, то есть, любимый человек, это, по идее, человек, который вас любит, ну, по идее, по идее, да, по идее, человек, который вас любит. Вот. А, так-то оно так, что он вас любит, это так, а ведётся время он не совсем, как любящий, знаете, и вы его выбрали почему-то. Дальше, эм, так, ну, соответственно, дом небольшой, никакой личной жизни. Вот тоже момент, да, как бы вы жалуетесь. Вот такая позиция, жатва, можете почитать об этом. Про треугольник Гартмана, вот, можете почитать об этом. Там это есть. Ну, то есть, можно, можно найти. Вот. А, треугольник Гартман, он хорошо описывает эту историю. Когда, вот, человек, как бы, представляется жертвой. То есть, всё против меня, всё против меня. Вот. И, самое интересное, что люди ведут себя так, как будут себя ставить. То есть, вы согласились на такой тип отношений, на такое взаимодействие? Ну, всё, значит. Ну, всё, значит. Если, если, если согласились. Ну, такое, что теперь? Уже. Если не нравится, да, вот, ну, ну, допустим, вот, вот, не нравится. Например, да, не нравится, ну, такое тип отношений, не нравится. Вот. Что, в принципе, нормально. Ну, соответственно, нужно что-то менять. То есть, нужно самостоятельно, вот, как бы, что-то изменять своё отношение к этому. А не знаю, что другие люди, а, как бы, изменять это. Понимаете? Вот. А у вас же история какая? Вот, конкретно у вас какая история. У вас история такая, что, значит, грубо говоря, вы, да, вот, вы, вы, как бы, хотите, чтобы вам другие люди дали то, что, то, что, вот, ну, то, что вам хочется. Да, вот, самостоятельно, как бы, нужно брать, да, и, ну, как бы, забирать то, что вам, как бы, ну, положено, скажем так. Только так. Только так. По-другому, как. Не бывает. Просто по-другому. Скажи, как-то заметьте. А вы ждёте. Вы ждёте, что всё изменится, что всё будет иначе, а это не происходит. То есть, то есть, никакой личной жизни – это ваш выбор. Да, вот, начнём с этого. Ваш выбор. Вы же забеременеете сегодня? С мамой была в хороших отношениях до вчерашнего дня. Значит, не были в хороших отношениях. У нас в хороших отношениях так просто не заканчиваются. Будем в отношениях хорошие, но она сам по себе очень грубая, может обматерить, заткнуть, меня это очень сильно обижает. Ну и какие же я хорошее отношения тогда? Вы говорите, сколько ему говорил, не выходит. Правильно, не говорить, ну нет. Не говорить, ну нет. А делать. То есть, как бы, своими действиями показывать, своими действиями, именно действиями показывать, что вам, вот, то или иное неприятно, да, что вам, значит, то или иное, что для вас то или иное неприемлемо, вот, и что либо он этого не делает вообще, вот, либо, ну, пусть ожидает, что вы, как бы, уйдете от него. Знаете, какая история? Тут нет других вариантов. Нет других вариантов, в принципе. Понимаете? Мужчина язык слов не понимает, особенно не понимает, мужчина особенно не понимает язык слов, женщина, которая от него зависит. В данном случае вы находитесь именно в зависимом положении. Ну, как бы, от мужчины, да, в зависимом положении. И вы для себя определите, либо вы зависимы, и тогда вы просто принимаете молча-молча все, что, как бы, вот, происходит сейчас с вами. Ну, вот, либо вы принимаете это все просто, вот, как, ну, как данность. Либо, либо, вы не принимаете, но тогда придется уже нести какую-то ответственность за то, что, вот, ну, за ваш выбор. То есть вот так это работает, это так работает, по-другому, к сожалению, к сожалению, никак. Понимаете? По-другому, по-другому нельзя, по-другому нельзя, по-другому не получится. Вот. А то вы хотите, хотите, как будто бы, да, и чтобы, и вы чтобы были зависимы, да, и чтобы по-вашему было. Понимаете? То есть, хотеть-то это нормально, а вот реально ожидать того, что это будет, ну, это не очень. Дальше. Так, значит, то есть он вас может обматерить, заткнуть и так далее, потому что вы, соответственно, это позволяете, да? А обижаетесь вы, потому что свои эмоции по-другому вы не выражаете, вас задевает то, как он себя с вами ведет. Просто, просто вот задевает вас. Понимаете? Просто задевает. Это нормально. То есть это нормально, что вас задевает, потому что, ну, как бы, если вы свои эмоции не выражаете, то это и будет задеваться. Вопрос в другом. Вопрос в другом, если понимаете, обида не ведет ни к чему вообще. То есть, как бы, за обидой ничего не стоит, кроме того, что это просто детское чувство, которое, ну, дискредитирует человека, скажем так. Вот. То есть просто берет и дискредитирует человека, выставляя его, там, ну, ребенком, да, выставляя его, там, капризным, выставляя его несерьезным, выставляя его манипулирующим и так далее. Потому что легче всего манипулятором, да, назвать именно человека, который обижается. Я понимаю, что вы не манипулятор, я понимаю, что вы никем манипулировать не хотите, но люди, другие люди, которые с вами взаимодействуют, они могут именно это считать. Что вы специально обещаетесь, как бы, чтобы манипулировать. И вам это уже будет не опровергнуть. Не доказать, что это не так. Вот. Потому что обижайтесь, что вы когда. Когда вам что-то нужно. Когда что-то не действует, не работает так, как вы хотите. Понимаете? Поэтому обида это тоже то, с чем нужно работать и работать, чтобы обида не возникала. Чтобы если вам, например, ну, было обидно, да, допустим, чтобы если вот вы чувствовали обиду, чтобы вы знали, что это за чувство и что с ним делать нужно. Дальше. Так. Значит. Мама говорила, честно гуляет, за всеми убираю, готовлю. То есть, это все матушка Хабар. В сценарии матушка Хабар. Можете об этом тоже почитать в интернете. Так. Вот, значит. Чтобы не выспалмы, дракома. Так. В общем, муж не хотят перейдать категорически Правильно, он не хочет перейдать категорически. Знаете, почему? Вот почему он не хочет перейдать категорически, муж. Глаз. А муж не хочет переезжать категорически, потому что ему просто не выгодно. Ему не выгодно. Переезжать ему просто не выгодно. Знаете, то есть как бы, ну, зачем переезжать? Для чего переезжать? Тут у него все есть. Вообще, у него тут вообще все есть. У него тут мама, у него тут родные, у него тут все. Понимаете? У него тут просто-напросто все. Вообще. Ему не выгодно переезжать. Но вы, вы хотите? Почему же, ээээ, подвольте вас спросить, спросить, да? Подвольте вас спросить, спросить. Почему вы, да, считаете, почему вы считаете, что мужчина должен отвечать, отвечать за то, что вы хотите? Вот это важно. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд. Это важно понять. Для вас. В первую очередь. Да? Чтобы вы поняли себя за то, что вы хотите, и если вы чего-то хотите, понимаете? Тогда это ответственен. Ответственен. Ответственны только вы. Никто больше. Вот, 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 вот вообще никто больше. Понимаете? Штая история. И это вот нужно понимать. Это нужно понимать. Это нужно... Отслечивать. Дальше. Так. Так, вот я и говорю. Так, ну, опять вы говорите. Говорите о нем, как будет. Детей в школу постоянно водит муж. И, короче, что-то старается личную жизнь. А он не работает у вас? Я брякаю всего два года, мне всего 23, а мой мужик тоже. Такое чувство, будто мне лет 40-50 из-за отношений наших нет. Нет. Не из-за ваших отношений. Так произошло. Так. Произошло. Не из-за ваших. Из-за того, как вы себя поставили. Вот только по этой причине, только по этой причине, такая история и случилась. Понимаете? Только по этому. Вот только, только по этому. Ни в коем случае не по-другому. Понимаете? Понимаете? По-другому просто не бывает. Вы бы поставили себя по-другому. Да? Ну, например. Например. Оставили бы. Поставили бы вы себя по-другому. И все. И не было бы никаких проблем у вас. Как бы. Вот. Понимаете? А так? Ну, вот. Такие вот сложности. Потом, опять же, это не взятие на себя личных ответов. Да? Тут. Из-за. Вот. Все из-за них. На днях поздорила с мужем, это отдельная тема. Так вот, уехала к родителям гости в тот день, за час прыгала с этой кровью нагрубила ей. А чего? Зачем? Почему? Ну, из-за чего меня муж, значит, послал. Ну, по факту, да, я его не оправдываю, но по факту его поведение, оно, скажем так, как бы, ну, предсказуемо было. Да, вот, поправьте, опять же, меня, если я ошибаюсь, да, но, мне кажется, что его поведение было предсказуемо. То есть, вы не могли не знать, что, скорее всего, он вас пошлёт. Потому что, ну, как бы, это уже было, да, то есть, он уже вас, вам грубил, как бы, и так далее. Вот. Так и, что вы надеялись, что всё будет по-другому, или как? Вы надеялись, что всё будет иначе, или как? А что указывало-то на то, что всё будет иначе, всё будет по-другому, и так далее, так далее, так далее. Вот такая история. Вот. То есть тут вот такой аспект. Чего вы ожидали, чего вы хотели. Опять же, да? Для себя. Так, в итоге я ей написал, что она в чём виновата. Это не правда. Понимаете, вот она вот играла всё из-за тебя. Она правда вот говорила, что я вернулся, не делала ошибок и глупости. Ну, в принципе, она права. Не права только в том, что говорите и говорите, что вы вернулись. А так, в принципе, в принципе, её слова, ну, ну, не лишены, не лишены истины. Дочью эта мама замоляла, мне на тот день пришлось позвонить мужу, просить привезти все необходимое для него. Он спокойно привёз, но не общалась. Сегодня тоже привёз пара с вами обмолвоваться. Всё, что думаете? Что думаем? Что думаем насчёт? Ещё, кажется, собрался гулять, и что? Я не могу спокойно сидеть, когда он гуляет. Почему? Полис знает, но я переживаю. Из-за чего? Ещё и в истории, из-за чего? То есть, своё вот личное ответство. Вот везде, везде, везде вот личное ответство. Знаете? То есть, вы как бы воспринимаете мужа, да, вот мне показалось, как, знаете, как родителя твоего. Вот. Ну и для вас, это родители. Вот. Ну, мы не родители. Вы понимаете? Мы, мы не родители, мы, мы для вас не родители. Мы всё-таки психологи. Вот. Мнение вам сказать, на, на, по этой ситуации, да, вы спросите мнение любого человека, он вам расскажет, расскажет только, что замучаетесь, слушает. Опруга только. Что изменится-то? По факту. Ну, дальше. Дальше, что? Что? Что дальше-то изменится? Ничего. Правильно. Потому что, как бы, ну, что-то зависит только от вас, ни от кого больше. Вот. Потому и, смыслов, смыслов нет. А, смыслов нет поэтому. Говорить о том, что, что думаем, что думаем мы. Вот. Что думаем мы, что думаем мы, на, на самом деле, не важно, что думаем именно мы. Важно, что думаете вы, чего хотите вы. Вот это, на самом деле, очень важно. Вот это, это то, с чем нужно работать, с вашей неуверенностью в себе, с вашей ревностью, там, вот это, тададаля, тадаля, тадаля, тадаля. Вот. Вот это то, это то, с чем действительно нужно работать. Понимаете? Вот. А, просто, вот просто высказывать, высказывать, какие-то, ну, мысли, мнения, это, ни к чему хорошему не приведет. Просто. Понимаете? Вот. То есть вы ничего не получите за себя, вы ориентируетесь на то, что вы сейчас беременны, да? Вот. Что вам нужно, как бы, успокоиться, что вам нужна уверенность, что вам нужно, ну, ребёнка беречь, вот. А вы, как бы, ну, ничего этого не делаете. Вот. Поэтому, я думаю, что сейчас, сейчас вам, вот, каких-то прям глобальных решений, да, принимать не нужно, не нужно. Вот. Вот. Ну, именно, каких-то вот таких, очень глобальных решений. Вот. Не нужно, не нужно принимать. Лучше подождать, пока родится ребёнок, и когда ребёнок родится, когда ребёнок родится, тогда уже можно будет, значит, ну, что-то делать, да, тогда уже можно будет что-то решать. Да, вы будете, будете просто, ну, более, ну, более мобильны, если, если, если можно, если можно так выразиться. Вот. И вам это всё, вот, по факту, как бы, пойдёт на пользу. А сейчас, нервничая, принимая, близко к сердцу, переживая, да, вы будете только вредить себе и ребёнку. Вот. Ну, и в итоге, ничего хорошего из этого не будет. Вот. Понятно, что ревность, ревность, это понятно, вот, ревность, она сама по себе не уйдёт. Ну, уверенность тоже, она сама по себе не уйдёт, совсем этим нужно работать. Но, для начала пока так. Вот. То есть, побудьте, в принципе, пока у мамы, да, а потом, там, ну, своих родителей. Вот. А потом, там, извинитесь перед, эээ, швыгровью, да, перед всеми. Вот. Просто, чтобы не было конфликтов на, эээ, вот, период. На период беременно, беременности. Хорошо. Вот. А дальше, вообще, будет, будет, надо смотреть. Что, как, почему, для чего, эээ, что делать, и как жить. Понимаете? Эээ. Ну, это просто, эээ, вот, такой, ээээ, самый оптимальный вариант для вас. Решение принимать, будучи беремен, беременной, это, очень-очень, нехорошее решение, ээээ, ну, хорошее, хорошее поведение. Деструктивное поведение для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.